всем привет сегодня решил записать такое экспериментальное видео экспериментальное это в плане того что это будет такой небольшой эксперимент мне самому всегда было очень интересно какое же цинкование лучше гальваническая горячая термодиффузия вот таким термодиффузии я никогда не сталкивался не встречал его в практике моей не было это так уже на производстве специально попросил у них какой-нибудь кусочек изделия для того чтобы посмотреть как она себя будет вести в воде не в воде но уже солевом растворе но сейчас посмотрим что будет так в двух словах хотел рассказать часто клиенты приходят покупают прицепы смотрят какое покрытие спрашивают и так и изделия тоже в общем вот это вот гальваническое цинкование здесь ровный слой он практически одинаковый по всей поверхности он очень эстетически красиво выглядит то есть ровненький без подтеков наплывов и так далее таким способом цинкуются какие-то мелкие детали ну допустим все колеса которые мне вот допустим встречались опорные колеса вот алковская лежит это все гальваника гальваническое цинкование дальше уже идет вот такое это горячая цинк вот видите это не брак это подвешивается изделие за проволоку там либо за какие-то крюки и опускается в горячий расплавленный цинк до двух словах вернусь и не сказала это электролит подготавливается металл там травятся все выпускается в электролит и путем вот из электролита цинк выделяется наносится с помощью химической реакции на покрывает металл здесь же цинковый состав доведенный до температуры примерно 450 градусов опускается также подготовленное уже изделие окунается вот и цинк соответственно более толстым слоем наносится на металл насколько я осведомлен данное цинкование является максимально имеется максимальные защитные свойства вот но меня что подвигло на вот этот эксперимент то что некоторые начали сейчас говорить что термодиффузия еще лучше я немножечко сомневаюсь потому что не так все однозначно кто-то говорит лучше кто-то говорит да сталкивались с этим ничего не лучше вот поэтому правда я не добился решил попробовать сам испытать если это получится в домашних условиях вот здесь принцип нанесения такой тоже металла в камеру укладывается там или подвешивается нет по моему там просто барабан закладывается и засыпается туда мелкодисперсионный порошок цинка потом еще там какой-то состав не помню сейчас вот кому интересно почитайте там в интернете наверняка это много чего написано вот и также это все запекается там при температуре там 450 480 градусов вот что еще хотел отметить что горячее цинкование она очень хорошие защитные свойства имеет но даже если там взять википедию там что-то пишется что-то в районе там в промышленном среде там что-то в районе там 65 80 70 лет там в природе 80 85 но там есть какие-то такие данные исследования какой-то там американской команды вот но связи с тем что это все расплавленный цинк и вы такие вот наплывы и это покрытие ну не подходит для мелких деталей для мелких отверстий часто мы что-то пытаемся свои конструкции оцинковать горячим методом у нас маленькие отверстия они вот так вот заплывают и надо уже дальнейшую до обработку проводить опять засверливаться и так далее не всегда это успеваем поэтому некоторые люди возмущаются почему пришло там здесь вот так вот неровно ну это такая технология нанесения чтобы было все ровно это тогда либо гальваника либо термодиффузия так ну в общем перейдем нашему эксперименту я взял ванночку набрал туда воды ну немножко соленый так сымитировал может быть мы больше морскую воду вот и буду погружать данное изделие но что я подумал не знаю прав я не прав я не химик если их просто погрузить туда под воду то не будет доступа кислорода хотя в воде есть кислород я не знаю как он будет реагировать ну вот я подумал что наверно правильнее будет сделать следующим образом то есть я буду частично погружать то есть здесь эта часть будет полностью в воде здесь я намотаю какой-нибудь ткань она будет пропитана и вот этот вот грани где будет стоять вода и где будет ткань она будет всегда увлажнена будет и доступ воздуха и все и посмотрим в каком месте коррозия начнется в первую очередь и как долго это все продлится я не знаю буду раз там в две в три недели это все поглядывать снимать короткие видео ну и в итоге когда какой-то какому-то завершению придем я постараюсь это все если не растеряется видео в одну кучу смонтировать и выставить вот так сейчас я поставлю на паузу обмотаю материалом еще раз повторюсь для того чтобы материал вот этот был тряпка бинт и что там сейчас будет был влажный и был доступ к кислороду ну вот по моим там задумкам должно в первую очередь наверно где идет влажная тряпка там должно быть первое очередное поражение ржавчины потому что часто бывает приходит какие-то там борта от прицепов обмотаны в стрейч пленку и прям вот именно где под пленкой влага скапливается там прям труба дело там прям все белое белое это реакция тоже бывает такая белесость выступает эта реакция цинка на воду на окисление скажем так как цинк активный металл там выделяет такие белые так сейчас две минутки поставлю на паузу так ну все перебинтовал я наших подопечных вот здесь на половину бинт у нас в воде как я и планировал что капиллярным методом тут все уже весь материал он пропитался водой вот ну конечно я думаю что наверное горячий цинк он однозначно тут мы не дождемся чтобы с ним что-то случилось потому что все таки это проверенное покрытие у меня больше все таки вот хочу обратить внимание на гальванику и на диффузию не знаю чем закончится но посмотрим так и вот здесь вот тоже убирался я на участке собак у меня стащила вот такой вот такие фильтры для воды ну не именно вот эта фирма ничего просто вот был фильтр но здесь вот как пена вспененная а есть такой вот намотка там идет и вот я и бывает иногда что-то подумать делаю нужна веревка и тут иду смотрю моток веревки я такой там блин искал же недавно где же откуда так у меня моток классный цельная веревка такая достаточно крепкая оказывается эта собака у меня стащила фильтр разгрызла его а там вот такая вот бобина целая прям веревки хорошие такая в такой фильтр в нотам вот она веревка вот я не знаю но я сколько крутил она цельная то есть это подвязать что-то привязать она достаточно крепкая то есть она не рвется так вот прям за секунду да и рукой можно порвать это не капрон но она достаточно крепкая чтобы учета подвязать кто-то там у кого дома частный я думаю всегда как что-то найдется еще подвязать вот бегаешь ищешь а тут вот это вот использованный фильтр то есть нормально она как бы визуально чистая ничего то есть можно либо использованы какой-то оставите либо если вот веревки нету какой-то фильтр этот купить он стоит я не помню где-то рублей 50 наверное 60 я покупал фильтр ну вот мне как бы немножко помогла собака в этом плане вот появилась веревка может кому-то пригодится все всем спасибо за просмотр